Свобода, свобода, так много, так мало, ты нам рассказала, какого бы рода не жили... ...текущего законодательства и изменениях правоприменений. Кто-то решит, что встречу много внимания уделено деталям и самой атмосфере, в которой происходило описанное событие. Иными словами, это длинный обременительный документ, повествующий о происходящем сегодня в не всем хорошо знакомой стране России. Хотя бы потому его надо прочесть до конца. Именно поэтому. Каждое из описываемых событий вызывает вопрос, недоумение, смущение, иногда и другие более сильные чувства. Многие из этих событий были известны ранее. Некоторые становились предметом дискуссии, называли острую реакцию правозащитников и немалый общественный резонанс. Многие сюжеты стали темой заявлений публичных акций ассоциации «Пермосква», «Перром Москве» и их основных клубновых проектов, известного как «Ассоциация Свободное Слово», а также «Поктегорского Панклуба». Однако, когда все эти факты, как ставшие темой ярких выступлений и публикаций, так-то известные лишь небольшому кругу лист, оказываются собраны в углу едино, впечатление меняется. Будучи выставленными в один ряд, они называют более чем тяжелое чувство. Читая этот текст и понимают, что все это не цепь случайных событий, а сама логика сегодняшней российской жизни. Документ дает ужасающую картину взаимоотношений государства и гражданского общества, государства и отдельного гражданина, государства художников. Подобные взаимоотношения называют большую тревогу. Они опасны не только для тех художников, которые имеют смелость открыто говорить о несовершенстве современности. Они угрожают нашему будущему, отбрасывают страну далеко назад. Именно поэтому российские писатели, журналисты, переводчики, деятели театры и кино в последние годы объединили свои усилия и солидарно выступают в защиту базовых ценностей свободного слова, защиту ценностей культуры, защиту достоинства художников и нашей аудитории, которой также необходима слава правды, какой бы горькой она ни была. И правда, несомненно, победит. Спасибо. И доклад? Доклад ставится на... Так, сначала несколько... А, ну, поскольку я не скажу, что я не знаю, что я не знаю. Тогда просто расскажите. А потом мы перейдем к конкретным разделам, кейсам, и каждый сможет представить свой кейс. Ну, как Вы уже заметили, мы цитировали название предыдущего доклада. Я его еще раз повторю. Мы сравним с названием нынешнего доклада. В прошлом году мы готовили доклад «Государственное ограничение свободы слова, свободы печати, свободы художественного творчества». В этом году у нас доклад называется «Жесткое подавление свободы слова в России». То есть то, что мы отследили буквально за один год, это, в общем, серьезный отрицательный динамик. Доклад становится следующим образом. Что, собственно, Людмила Евгеньевна заставила написать эти слова, будучи выставленными в один ряд, эти факты и эти события вызывают более чем тяжелые чувства. Итак, значит, после предусловия Улицкой идет большой, там методологически все, так сказать, описано, это, в общем, считается практически научной работой, там указаны методологии, там есть глоссарии, там есть сокращения, это все есть в начале, на первом распороте. Дальше идет очень большой раздел, который называется «Улучшение климата и репрессивные законы». Они разбиты по годам. Это то, что может, так сказать, читателю, который любит художественное слово, показаться самой искушной, возможной частью доклада. Но это очень важно, потому что какой-то закон, например, в 2012 году потом неоднократно был изменен, возникли какие-то дополнения, и все они, к сожалению, имеют динамику в сторону ужесточения. Дальше идет раздел «Свобода слова в СМИ под угрозой». Это про журналистов. Во-первых, принадлежность СМИ. Все меньше СМИ остается независимыми. Фактически цифры эти стремятся к нулю. Давление на независимые СМИ колоссальное, давление на отдельных журналистов колоссальное. В том числе их безопасность физическая, личная. Это уже под угрозой. Возникла новая тема. Мы все знаем эту тему. Это уголовное преследование блогеров. Помимо журналистов у нас теперь еще блогеров сажают и против них возбуждает уголовное дело. Происходит арест журналистов, которые освещают противные акции. То есть неприкосновенность физическая во время какой-то акции тоже совершенно уже на это никто не обращает внимания. У кого есть аркезентация, у кого нет. Хакерские взломы. Хакерские взломы независимых интернет-СМИ. Это отдельный раздел доклада. Так же, как и блокировка электронных медиа. Давление на социальные сети и приложения, которые существуют для обмена сообщениями онлайн. Это мы все знаем историю с контактей и так далее. И отдельный раздел в докладе про журналистов в этой части «Свобода СМИ» в Крыму. Дальше идет большой раздел «Утушение свободы творчества в театре кино и литературе». Здесь надо говорить о том, что литература в данном случае, мы не утверждаем, что в литературе есть цензур. Здесь немножечко другой ракурс. И об этом будут сегодня говорить наши коллеги. Может быть, скорее надо было сформулировать, что не в литературе, а в книжные издания, а также в библиотеках и так далее. Но, тем не менее, все это входит в понятие «литература» и некоторым образом литературных процессов. Там будет речь о библиотеках, о маркировке книг, то есть ограничении доступа молодежи к литературе, о пересмотре официальной истории страны. И об этом вообще надо говорить и кричать о каждом углу, потому что мы становимся иваномиранцем двумя мужчиной. Отдельный большой раздел, когда-то Ленин, видимо, ошибся, то есть все-таки не кино у нас, так сказать, главное, а все-таки театр. Театр будет угрозной и будет, об этом я буду еще отдельно говорить, но цензур в кино, которое как раз существует. Раздел, который мы называем как бы резюме, это мы решили напомнить об обязательствах, которые пока еще, и это отдельный разговор, потому что пока еще Россия обязана соблюдать, пока еще, потому что вчера нам уже намекнули, практически вчера мы с вами пришли, проснулись, а там уже Валерий Зорикин сказал очень интересные вещи, и возможно нам поменяют конституцию. И в том числе, возможно, нас просто освободят от выполнения международных обязательств. Ну посмотрим, мы живем, увидим. Вот из чего состоит доклад. Кто-то, кто захочет ознакомиться подробно с полным текстом или с какими-то отдельными разделами, которые волнуют, они у нас все есть на сайте, все это есть. А сайт называется «Свободное слово», вы можете просто, ассоциация «Свободное слово», но если просто набрать «Свободное слово» или там добавить слово «Ассоциация», вы у меня найдете. Спасибо. Спасибо большое. И сейчас я думаю, что мы перейдем вас к конкретным разделам. И как для кейсов, из Надежды Арктихина, расскажите, что бы это докладе об деятельности. В связи с тем, что мы наблюдали, что происходит в Бакарии. Мы считаем их погибшим в Бакарии доказанно обратно. К сожалению, большинство расследований не были проведены должным образом. Виновных мы не знаем, это так. И то же самое с теми журналистами, которые подвергаются преследованием. Вот наши эксперты, в том числе Центра защиты прав СМИ, они считают, что избыточное применение правосудия, когда журналистов наказывают, и применение тех статей, которые не относятся, собственно, к закону о СМИ. Вот Жироуди Гиреев, который сидит уже довольно давно, получил три года захоронения наркотиков в Чеченской Республике, несмотря на то, что он сам говорил, что он подвергся нападению, что ему подбросили наркотики. Это, к сожалению, не исключительный случай, мы знаем, такое бывает. Вот он, мне кажется, тот человек, чему случаю необходимо привлечь всеобщее внимание. О том, что происходит на Кавказе, на Северном, не знаю, не только за пределами нашей страны, но даже и у нас в стране. Многие считают, что это вообще не Россия, непонятно, что там происходит. И это не становится предметом какой-то общественной дискуссии. Вот каждый журналист, каждый блогер, который подвергся преследованию, который пострадал, который подвергся несправедливости, это то, к чему мы будем привлекать внимание. Спасибо. Дело Сенцова, через дело Сенцова, это будет сумма. Пошли вас. Пошли вас. Собственно, я, Наташа Мавлеевич, Наталья Демина. Мы только что передали в Совет по правам человека петицию об обмене всех на всех. Всех украинских политических заключенных, на всех россиян, которые украинских тюрьмах просят, чтобы их забрали. Это вот два часа дня сегодня состоялось. Для меня это важный кейс. Когда-нибудь, может быть, уже скоро мы напишем доклад не только о том, что у нас творится, но о том, что мы делаем. Потому что вот в процессе, даже пока я этот доклад читал, но ведь он существует, этот доклад. Сначала, когда его читаешь, видишь, как сгущается мрак. А потом должен доклад вот написать. И, собственно говоря, его собрали, эти сведения нашли точные слова. Были на суде над Шариной, вот Марина, вот Оля. Шарина держит дело театральное. Это же все мы причастны, мы что-то делаем, мы говорим. И мы это делаем совместно. Причем, мне кажется, очень важно, что это делается вместе с международным пеном. То есть мы открыты миру, и мы пытаемся перенять международный опыт. Вот как раз Карлис, который прошлый раз здесь был, сказал вещь вроде бы очень простую. Он сказал, у вас все-таки еще очень принято, что вы делаете заявление, вы пишете прекрасный текст, вы выражаете о возмущении. Потом говорит, нас не услышали, расходитесь. А вот надо раз в неделю на два часа с плакатом встать у посольства, как вам с номера китайского, и не оставлять это, не давать забыть. Ты должен понимать, что, может быть, годами кто-то твой подопечный будет в тюрьме, но ты должен все время об этом говорить. И вот с делом Сенцова в этот раз получилось. Когда его посадили, вначале там был приговор, мы возмутились, мы ходили в посольство, что-то делали, и замолчали, мы сдались. Вот он объявил голодовку. За это время было много разных мероприятий, в том числе мероприятий, которые проводили свободное слово самостоятельно или вместе с кем-то. Это тоже очень важно. На этой теме очень расширяется солидарность. Была пресс-конференция под армитрой в воздухе, то, что Алиса Ганива делала 2 июня. Была совместная цепочка пикетов одиночных в начале августа, это была совместная с Amnesty International. Была акция «Свободное слово ПЭД Москва» в конце августа. И на это пришли другие люди, не члены. Поэтому даже они узнали об этой акции. И выясняется, что если создается место, куда можно прийти, то люди приходят и говорят «Спасибо, что вы это сделали». И вот в июне Александр Братский, Наталья Демина лучше скажут, как это случилось. Что человек, который не член ПЭДа, не известный правил защиты, именно он написал петицию об обмене всех на всех. Что мы поддерживаем требования Сенцова, разбиваем их и думаем, что самый правильный гуманитарный выход будет перестать копаться кто террорист, кто сепаратист, совершить обмен, как совершается это в условиях конфликта. И в начале сентября Юлия Самолова, тоже психолог, тоже месяц, вот они говорили с Александр Братским, с Наташей Деминой, они организовали пикет, который называется «Сегодня ежедневно». Пикет продолжается, голодовка снята, но требования не достигнуты, пикет будет стоять всегда. И приходят все новые люди. У нас был день, когда специально члены свободного слова стояли, кто-то вернется, может быть, Наташа Мавлевича еще раз, я там встаю, тоже Наташа Демина, просто как частные люди. И мы видим, что это огромное количество людей приходит и говорят «Спасибо, что вы организовали пикет». То есть некая рамка, для которой человек может высказать свое мнение. Это ширится, это есть. Но вот сегодня мы будем это 60 тысяч подписей, будет больше. Спасибо вам большое. У нас сообщение было, что больше 60 подписей. Там мы, видите, вчера переварили, будет больше 60, но Александр Братович уже не успел их, он же выпечатывает их сайты, мы уже больше не успели. Лучше вовремя, чем больше. Мы продолжим стоять, продолжим собирать, и недели через то есть это будет такое все время привлечение. Внимание, Ирочка, да, меняемся. Марина Вишневецкая по корреспублике декору Шарина, и может быть, мы что-то все-таки объявили. Да. Я вначале напомню историю Шарина, и сквозь призму этого дела расскажу немножко о нашей ассоциации, о том, как она возникла. Тут все как-то очень тесно связано. 28 октября 2019 года проснулась я утром и увидела в Фейсбуке сообщение о том, что арестован директор библиотеки, что идут обыски. И это был невероятный шок, потому что более мирного человека, чем директор библиотеки представить, невозможно, и более тихо место, чем библиотека, тоже. Поэтому мы стали говорить друг другу, надо что-то делать, но невозможно представить, что уголовное дело, но даже административное может быть дело. Уголовное дело против директора библиотеки – это новость. И уже 30 октября мы опубликовали заявление, которое подписало около 100, ну, ровно 129 человек, я сегодня уже специально смотрела. И, собственно, с этого заявления, 30 октября, опубликованного 2015 года, началась наша будущая ассоциация, потому что русский библицентр в тот момент не хотел комментировать это событие. И так мы стали собираться вместе и думать, как нам реагировать на происходящее в стране. То есть, дело шареное сейчас уже забывается. Так получилось, что даже Маккейль была одна из первых, Виктория Ильлева тоже. А потом присоединилась я и уже не переставая ходила на этот процесс и все время задавала себе вопрос, почему я это делаю. И вообще вопрос, почему мы этим занимаемся, он какой-то все время возникающий у друзей и внутри каждого из нас. То есть, мы тратим время, мы тратим деньги, когда ездим в петрозавод к Адмитриеву. Мы тратим много моральных сил и ответить на то, почему мы это делаем, иногда непросто, не во время мы это делаем людям, за которых мы выступаемся. Но ты понимаешь, в какой-то момент, что ты не можешь этого не делать. И что вот это слово солидарность, которое звучало здесь много раз, оно естественно рождается в тебе и ты не можешь не поехать в Петрозаводск, потому что там живет дочка Юрия Алексеевича Катя Клот, которая, вот если мы ее не обступим со всех сторон, она будет одна абсолютно на коридоре сюда, а мы приезжаем и ей уже легче. Если мы не устроим ей сейчас поддержку Дмитриева, опять же не подаем Кате, адвоката, то мы не поможем и Дмитриеву, и самим себе мы не поможем, потому что для нас тоже очень важны все эти поступки. Возвращаясь к Деру Шариной. Вот она. Для меня лично эта история называется «Я очевидец», потому что когда я пришла весной 2017 года на заседание, когда были вместе с Наташей Мавлевичем, мы увидели, на мой взгляд, невероятная, мы увидели, как за кадром это произошло, был подброшен вещдок в коробку с вещдоками. То есть судья получила запечатанную коробку с книгами, которые якобы были изъяты в библиотеке, после чего она стала доставать эти вещдоки, показывать их, прежде всего, прокурор и обвиняемый. И в этот момент выяснилось, что книга, которая лежала в этой запечатанной коробке, ее даже не изъяли при обыске. То есть при обыске подбросили одни книги, но подброшенные книги при обыске были не те, за которые надо было судья решали, но они не были в списке экстремистской литературе. Поэтому уже потом коробку с вещдоками подбросили ту самую книгу, за которую можно было ее осудить. Адвокаты показывали фотографию, даже видео первого обыска в библиотеке. Мы видели, что это другая книга. Я своими глазами видела. Эта книга другого размера, другого названия. У нее обложка другого цвета. Это, видимо, не все, включая судью. Об этом несколько раз говорили адвокаты. Но судья этого не захотел услышать, прокурор этого не захотел увидеть. И шаги продолжали судить за брошенную книгу. Второй раз я стала очевидцем, тоже меня совершенно поразившим. Уже в апреле 2018 года была апелляция года на адвоката в Мосгорсуде. Поскольку я очень привязалась к этой истории, мне страшно не все равно, что происходит. Шарина дешайшая, милейшая, дилегентнейшая женщина, совершенно ничего не имеющая к режиму. Она очень честная путинистка. И она вдруг попала вот в такой переплет. И, значит, 20 апреля 2018 года идет заседание Мосгорсуда все сначала. Адвокаты все рассказывают, как оно было на самом деле. Уже три судьи ничего не слышат, ничего не видят. И вдруг они прерывают. По идее, должны были 20 апреля вынести решение Мосгорсуда. Вдруг они говорят, вы знаете, мы продолжим на 24-е число. Я прихожу к дороге, думаю, интересно, что в прессе пишут. И вдруг я вижу на сайте РАПСИ написано, что Мосгорсуд подтвердил решение Мещанского суда. То есть заранее все было решено. То есть слушаю, я еще ничего не произнес. А решение уже было на прикол. И вот когда ты, ну не просто читаешь об этом, а когда ты становишься очевидцем всего этого, то что-то в твоей голове поворачивается и, ну что ты лучше узнаешь эту жизнь, и ты больше понимаешь тех людей, которые попали между этими шестеренками. Ну вот я долго говорю, но я бы все рассказала наверно. Спасибо большое, Марина. Я только хочу добавить к тому, что доклад следующий, равно уже зрели, потому что дело Семцова мы доводим до... Глотовка еще продолжается пока доклад пишется. Глотовка прекращена, возникает новая ситуация. Дело Дмитриева мы анализируем на одной стадии, оно после того, как доклад завершен, начинает продолжаться. Более того, по делу Дмитриева задерживался Сергей Халтель, директор музея краеведческого, который не приехал в этом году в Сан-Домох, видимо, потому что уже над ним сгущались тучи. Мы видим, как российское военно-историческое общество проводят так называемые раскопки на окраине Сан-Домоха с незаблюдением каких бы то ни было норм раскопок, чтобы мы могли быть убеждены, что эти раскопки не связаны с классификацией, что это реальные раскопки. Но нам все равно исходим из того, что мы должны эту историю, как она была. Если там были расстрелы, мы должны знать, кто расстрелил. У нас нет готового ответа. Но когда возникает готовый ответ заранее, то это уже предмет для нашего следующего доклада. Так что, к сожалению, следующий доклад не будет. А сейчас я передаю слово о театральном деле Ольгой Шайцевой. На самом деле театральное дело – это такой шумный процесс, про который, в общем, вы все знаете. И вы все знаете, кто обвиняемый, и вы все знаете, какое там меропресечение, и что происходит. У меня даже нет ощущения, что я должна рассказывать какие-то подробности, как и что происходило. Действительно, это началось 23 мая, когда мы здесь сидели и предыдущий доклад освещали для журналистов. Саша сидел рядом со мной, я говорила о театре, о цензуре в театре, и там у нас тоже было что сказать. А вот Александр Аркангельский сидел и в телефоне что-то смотрел. Вдруг он мне говорит – обыск в обойце. Да, это был 23 мая как раз. И с тех пор ситуация, конечно, кофеанская, в общем-то. Потому что мы все прекрасно понимаем, что все люди, которые попали в эту носорубку, они жертвы одной определенной ситуации. Кирилл Серебренников не угоден по каким-то причинам. Мы даже не можем гадать. Ситуация рассматривается, ну, вы знаете, с очень многих сторон, и столько предположений, что без даже озвучивания нет смысла. Потому что никто правды на данный момент, из нас, во всяком случае, не знает. Но под этот мог попали – бывший продюсер проекта платформы, то есть седьмой студии, Алексей Лавровский. Он был этим генпродюсером в текло 11 месяцев. Он, на самом деле, с этой работы ушел. Он прекрасно знал, что он абсолютно не виноват. Когда пошли первые обыски и первые аресты, он сидел спокойно, имея израильское гражданство и невозможность выехать. Он считал, что я абсолютно чист, меня никто не может думать. Меня вызовут, я пойду там в Казань. Его не просто вызвали, его в июне арестовали. И, в отличие от других обвиняемых по театральному делу, его отправили в Камерову в СИЗО, где он провел 11 месяцев. Он самый старший из всех обвиняемых. Ему там в СИЗО, у нас в феврале исполнилось 60 лет. Он, в общем, за этот год, конечно, изрядно потерял здоровье. Поскольку я почти на все заседания ходила, я была свидетелями того заседания, когда мы прямо в суде, вот в этом самом, в Османном нашем суде, стало плохо, совсем плохо. И приезжали скорые, и приезжала одна, потом реанимация и так далее. В общем, это воспоминания достаточно страшные. И я понимаю, конечно, и сам Алексей прекрасно понимает, что есть масса людей, которые находятся в гораздо более тяжелых условиях, и тоже они абсолютно не виноваты ни в чем. Но здесь просто в этой истории, как в капле воды, все вот эти сюжеты, которые развиваются и с неправосудными решениями, и с голословными обвинениями, все это видно, как в капле воды. В этот номер попала София Акфельбаума. Это бывший чиновник Министерства культуры, которая на тот момент, когда существовал проект «Платформа», курировала этот проект и выделяла деньги от Минкульты. Не она выделяла государственные деньги, она просто курировала, она подписывала какие-то бумажки от лица Министерства культуры. При этом финансовую сторону этого проекта Минкульт вообще не должен был контролировать. Это вообще-то совершенно по другому ведомству происходит. Но София Михайловна вменяет именно участие в хищении в особо крупных размерах. Вообще все, что им инкриминируется, это хищение 133 миллионов из выделенных 240. На самом деле там все очень просто. Да, там была обналичка. Обналичка была. Ни один спектакль, к сожалению, без этого нельзя выпустить. Это в общем любой театральный человек. Так вам это и объяснили. Но обналичка – это не хищение. Потому что, по сути, все, что обналичено, было потрачено на проект платформы, на выпуск спектаклей. Уже мы, слава богу, не вспоминаем. И даже в суде не вспоминают эту идиотику начальную историю о том, что спектакль «Солнечный» и «Летная ночь» не был поставлен. Он, конечно, поставлен был бы. Но, в общем, в целом, история именно так и выглядит. То есть все выглядит смешно, если бы не было так грустно. Но вспоминать больше проход событий не приходится. Сейчас дело передано в суд. Прокуратура подтвердила обвинение, хотя все защитники всех обвиняемых были уверены, что отправят на доследование, потому что там совершенно необоснованное обвинение. Оно ничем вообще не подтверждено. Но, тем не менее, прокуратура подтвердила, дело передано в суд. У всех обвиняемых на меропресечения до 19 октября, а на 17-е назначено первое заседание. То есть осталось недели до этого момента. И, на самом деле, первое заседание объект будет закрытым. Вот это сегодня стало известно. Оно будет закрыто. Простите, пожалуйста, по форме предварительного заседания. Да, правильно, да. А что там доступны? Там процедурные вопросы разбираются. То есть суд может, если захочет, открыть и провести... Журналисты не могут? То есть это зависит от того, будет ли облашаться длительное заключение. Обычно его облашение не будет. А предварительное заседание... Спасибо, спасибо. Потому что... Договоренность с удобной сторонами, как вообще все будет, пока я... Но я хочу еще чуть-чуть сказать по поводу... Да. По поводу сгущения общей ситуации. Значит, буквально в последние два дня развелась ситуация с премией «Золотая маска». Тоже, возможно, вы об этом слышали, но если вкратце, выглядит так. Минкуль сказал, что больше не собирается финансировать нашу самую основную премию национальную театральную «Золотая маска». Да, там есть еще спонсоры, там есть еще софинансирование, но изрядная доля была государственная и шла в Минкуль. Вообще-то это тоже связано, конечно, со свободой слова. Это абсолютно независимая премия. Там единственным критерием действительно было качество спектаклей. Да, внутри театральные люди могли говорить там, что вот это жюри вот в этом году там, допустим, имеет такие-то тенденции, а вот в следующем году такие-то. Но в целом это, конечно, абсолютно независимая премия. И вот эта тенденция, я-то очень-очень могу вспомнить. Александр Сергеевич Калягин сегодня, недалеко сегодня, он или вчера вечером горько заметил, ну, финансирование театра, видимо, в стране не нужно. Возможно, если бы нас финансировало министерство обороны, то театр бы процветал. Это такая вот у нас горькая истина. Но за этой ситуацией с премией мы, конечно, будем еще следить, потому что совершенно непонятно, во что это вливается. Видимо, эти деньги пойдут на другую премию. Может быть, она будет называться «Золотая скрепа». Очень трудно представить, что будет, но очень похоже, что это да. Вот это будет. Да. И про несколько иммунистовок по его. Ну, вместе с Андреевичем. Он начинал «Золотую мосту» и Молодой Александровичем. Спасибо большое. Ольга в первом своем выступлении сказала о том, что до литературы все-таки не так пока еще это ползаться было. Хотя, мне кажется, это ползало, но до книгой издания… Журнализал, в принципе. Да. Журнализал отдельные истории. Поверьте мне, это отдельно. Открою журнализацию. Ну, вот что касается издательств, там, да, и условия, которые, ну да, издательства, в том числе, в рамках, в том числе, в рамках, что находится издательство, об этом в разделе скажет Ирина Балахонова литература. Ну… Издательства Макарова. Да. Издательства Макарова, Ирина Балахонова. Я хочу сказать, что мне кажется очень важно, что действительно мы собираемся и можем говорить все вместе о проблемах, которые касаются всех сторон нашей жизни, которые связаны с, конечно, ограничением свободы, мы их ощущаем на себе. Я помню мое первое чувство, когда я прочла федеральный закон об информации, который может нанести вред психическому и физическому здоровью и взрослению ребенка в десятом году. Первое чувство было такое чувство абсолютного понимания, что это начало такого большого пути в сторону серьезных, там, нечем не гаек свободы слова, а второе мое чувство было все-таки такое чувство одиночества, потому что я понимала, что сейчас я там дернулась немножко, как-нибудь приспосабливаться будем. И поняла, что, ну вот, видимо, бороться придется так вот в одиночку каждому, а каждому в одиночку очень легко переломить. Вот тот факт, что мы сейчас собрались, у нас многое, и то, что есть этот доклад и вот этот факт, который я восприняла на тот момент действительно как показатель движения в сторону ограничения не просто свободы слова, а всех конституционных свобод и свобод, которые нам предлагаются, я не знаю, в декларации прав человека, что это не было моей такой порноидальной реакцией, а действительно является абсолютно четким, на мой взгляд, одним из признаков того, что происходит сейчас. Что такое ФЗ-436, информация, которая может нанести вред ребенку? Это, на самом деле, ничего такого удивительного нет в этом законе. Такие законы существуют практически во всех европейских странах, но там за них не предусмотрены аресты тиражей, за них не предусмотрены большие штрафы, как в нашем. А главное, их формулировки, они какие-то гораздо более мягкие, и они совпадают с теми формулировками, которые предполагают, например, действительно законы о пропаганде национальной, религиозной или какой-то другой розни, то есть что-то, что вписано уже в понимание нормальных социальных норм того общества, где эти законы принимаются. Что произошло у нас? На самом деле этот закон уже ничего не встречает. Он просто говорит, что если в книжке речь идет о тяжелой болезни, то вот она должна быть описана не физиологично, и в этом нужно шести лет. Если в книжке речь идет о физических отношениях мужчины и женщины, но это объяснить физиологично, это нужно двенадцати лет. Но это в отношении очень большого количества вещей, на которые литература, она, к сожалению, не члениться, это же не конструктор. Литература – это жизнь. И в жизни любого ребенка одновременно может быть что-то очень веселое, описанное в книге, и что-то очень грустное, как развод родителей, насилие семейное или что-то такое. То есть мы попали в ситуацию, у издателей попали в ситуацию, где хороший текст, который реально может тронуть ребенка и помочь ему разобраться со своей проблемой, если рядом нет взрослого, а ведь именно в книгах мы ищем, когда мы одиноки, какое-то решение своих проблем, когда мы маленькие, и тогда мы верим в книги, если мы там находим это решение, что как раз вот эти проблемы мы не можем ребенку предложить, мы вынуждены говорить с ним о веселом, мы вынуждены им нивелировать, и получается, что о сексе можно говорить реально, в том числе о проблеме с, например, насилием, да, мы молодым девушкам можем рассказать после 18 лет. Мы о агрессии, в том числе элитаристической, в том числе о какой-то серьезном противопоставлении и физической борьбе можем молодым человеку сказать, там, условно сеним увечий, да, то есть даровая литература о Великой Отечественной войне доступна нам, начиная быть мальчиком с 18 лет. А отношения мужчины и женщины, которые приводят, может быть, к крайней беременности или к каким-то другим последствиям, которые нам бы хотелось предотвратить для своих детей, мы можем говорить об этом с людьми, уже достигшим полового созревания и вообще уже как бы готовым к ступлению брака. То есть получается, что такой как бы забота о детях приводит к тому, что вот эта маркировка, которую мы вынуждены ставить на книги и которую родители, не лучшие совершенно посвященные в данном вопросе, воспринимают как рекомендательную маркировку, приводит к тому, что возникает некая цепная реакция родителей. Видя на книжке ноль плюс, условно, вот на таком вот детективе видя ноль плюс, понимают, что что-то мой парень, двенадцатилетний, вырос уже, наверное, из этой книжки, я, наверное, не буду люблять. А ноль плюс означает то, что там нету половых отношений, что там нету, ну, как-то насилия, просто он такой вот легкий детектив. Он просто не содержит этой информации, которая запрещена по закону. Если родители видят шестнадцать плюс, а его, например, ребенка двенадцать, он говорит, нет, что-то мой еще не дорос. А шестнадцать плюс издателю вынужден поставить, потому что, оказывается, там мальчик в засос поцеловал девочку, а она дала ему, грубо говоря, пощечину, условно, да? Ну, физиологически, обязательно, какие-то отношения. Не обязательно это должно быть связано с отношениями. То есть начинается какая-то абсолютная хаос и сумятица, и несчастные родители теряют вообще всякую ориентацию и не понимают, что ребенку покупать. Первой моей реакцией была такая реакция защиты. Мы тогда в первый год провели такую конференцию, которая называлась «Что не книга, то статья», потому что было понятно, что если мы не будем ставить эту маркировку, то потихоньку гайки будут нам закручивать все больше и больше, чем закончится, не очень понятно, потому что они нежнее ограничено. А потом, в общем, все так и пошло. Стали возникать доносы. Людей по доносам ставили точки из эмоции. Он и им мешает тоже. Поэтому маркировку до восемнадцати лет убрали внутрь. А мы решили, что мы в этом кружке, в который нас обязывали ставить маркировку по закону 0 плюс, 6 плюс, 12 плюс. Теперь поставим просто свой возраст и напишем 11 плюс, 9 плюс. А внутри напишем, что рекомендательная маркировка отличается от маркировки по закону. Мы подумали, что нам надо как-то проехать на них один раз. Потому что давайте поменяемся местами. Вот вообще мы любим так делать. И мне кажется, что... Ну, мы не остановимся, конечно. Мы надеемся, что нас будет больше и что-то получится. Главное, чтобы не остановили. Спасибо большое. Ну, повторяю, материалы для следующего данного копятся. В том числе и материалы, которые чуть-чуть облегчают положение. Ну, частичная декриминализация статьи 282 статьи, это, конечно, не выход из положения, но это хоть какое-то движение, хоть в каком-то предварительном направлении, потому что в регионах за перепосты закатывают. Это еще в Москве как-то можно улезнуть. Мы знаем, что в большинстве случаев это просто закатывают. Мы должны, видимо, все-таки поменять внимание на сферу образования, поскольку она, соответственно, гуманитарная сфера, и она соприкасается со свободой словом на минуту. Потому что, если отбираются лицензии на умышленных основаниях, тем более аккредитация, тем более аккредитация лицензии, это напрямую затрагивает ту жизнь, какой занимаемся мы. Но, тем не менее, на сегодняшний день доклад такой, в начале 12-18, кейсы, развивающиеся и доходящие до сегодняшнего дня, и открытая перспектива. Спасибо всем, кто готовил этот доклад. И теперь вопросы о выступлении, соображении. Я буду следить за регламентом. У нас цензура времени. Один из того, который мы узнаем, это цензура времени. Есть ли вопросы? Есть ли соображения? Ну, я хочу сказать все-таки, что нам, в общем, безоответственно, какие политические взгляды от тех, кто попал в нашу сферу, по-моему, отчетному воздействию. Путинисты, антипутинисты, крымношисты, антикрымношисты. Важно, чтобы человек был искренний, занимался словом, его жизнь была с этим словом связана. И если он попал под пресс, он под нашу защиту. Даже не важно, насколько хорошо он этим словом владеет. Потому что... ... ... ... ... ... ... ...